Еще во времена Первой мировой войны немцы построили довольно уникальные корабли – коммерческие подводные лодки с целью доставки дефицитных товаров и сырья из США в обход морской блокады. Самым известным таким блокадопрорывателем стала подводная лодка «Дойчланд». Эта субмарина весьма успешно перевозила немецкие товары в США и американские товары в Германию. Во Вторую мировую немцы опять столкнулись с проблемой доставки сырья, обмена образцами оружия с главным союзником Японии, которая была за много тысяч километров. Подводным кораблям осуществлять такие операции было затруднительно, хотя они и пытались это делать. Транспортные самолеты того времени не обладали нужной дальностью и грузоподъемностью, поэтому на сцену опять вышли подводные лодки. Наверное, многие посмеются над такой идеей. Сколько может взять грузовая подводная лодка и какова вообще эффективность таких перевозок? На этот вопрос я могу сразу ответить. Тот же «Дойчланд» времен Первой мировой войны смог принимать на борт до 700 тонн груза. А что касается эффективности, то отчет военно-морской разведки США от 2 июня 43 года говорит нам, что успешное продвижение военных усилий оси настолько тесно зависит от германо-японского обмена стратегическими материалами, что влечет за собой самые серьезные последствия в случае продолжения этих перевозок. Первой подводной лодкой, совершившей прорыв блокады, стала японская подводная лодка И-30. Покинув Пенанг 22 апреля 1942 года, пройдя враждебные воды и многочисленные патрули, 5 августа лодка ошвартовалась во французском Лорьяне. По сути, это был визит вежливости, широко использованный пропагандой, но субмарина доставила и некоторое количество подарков. Полторы тонны слюды, 654 килограмма шелка, а также чертежи, технические описания авиационной торпеды тип 91. Лодку встретили со всеми почестями. С немецкой стороны присутствовали Рёдер и Дёнец. В пропагандистских целях с лодки подняли штатный гидросамолет, который немного покружил над немецкими кораблями с целью показать, что японские ВВС и ВМФ тоже участвуют в битве за Атлантику. Позже японцы подарили самолет немцам. Немцы в долгу не остались и на лодку погрузили РЛС дальнего воздушного обнаружения Вюрцбург с технической документацией. 5 парагазовых торпед Г-7А, 3 электроторпеды Г-7Е, 5 приборов управления торпедной стрельбой и 240 патронов гидролокационных имитаторов цели. Также партию промышленных алмазов, 50 шифровальных машин Энигма и документацию на интересующие японцы виды боеприпасов и системы управления огнем. Саму лодку перекрасили на немецкий манер, а также поменяли вооружение. Установив сочетверенную двадцатку вместо японского 25-мм орудия тип 96, лодку оснастили детектором радиолокационного излучения МЕТАКС. 22 августа она вышла в обратный путь, но дойти до Куре ей не удалось. 13 октября, выйдя из Сингапура, она подорвалась на мине. Часть ценного груза удалось спасти, но локатор Вюртсбург и его документация была безвозвратно потеряна. Несмотря на то, что лодка до пункта назначения так и не добралась, поход И-30 вызвал оптимизм как у немцев, так и у японцев. Германии нужны были ресурсы, японцам технологии. Полагаться исключительно на надводные блокадопрорыватели было слишком рискованно, поэтому основная тяжесть перевозок должна была лечь на подводный флот. Вариантов решения столь нестандартной задачи Денис предложил два. Первый и самый очевидный – нужно было построить специальные грузовые субмарины, и, к слову сказать, немцы действительно начали их строить. Но точнее адаптировать под транспортные задачи уже имеющиеся проекты. В частности, уже к концу 1942 года имелся предварительный проект транспортной лодки тип 19, за основу которого был взят проект подводного минного заградителя тип 10Б. В 1943 году этот проект трансформировался в проект тип 20. Лодка с экипажем в 58 человек должна была перевозить 800 тонн груза и нести только зенитное вооружение. Планировали к постройке 30 лодок, но только 3 были заложены и строились они летом 1944 года. А с началом 1945 года постройка была окончательно прекращена в пользу лодок 21 серии и лодок 23 серии. Второй вариант – это использовать для перевозки итальянские субмарины. К слову, итальянцы и сами были не против, потому что ровно как и немцы нуждались в дефицитном сырье. К тому же немцы взамен итальянских субмарин, которые будут курсировать с грузом по океанам, обещали выдать соответствующее количество своих «семерок». Но это было все в планах, а ресурсы были нужны здесь и сейчас. И пока шли переговоры и приготовления, 9 февраля 1943 года из Килля вышла лодка Ю-108. Ее задача была дойти до Индийского океана и встретиться там с японской лодкой И-29. 27 апреля лодки встретились в Мокзамбикском проливе. Немцы передали японцам чертежи лодки 9С, образец ручной кумулятивной магнитной мины HL-3 и другие образцы вооружения, а также диппочту. В свою очередь японцы передали на Ю-180 торпеду тип 89, две торпеды тип 2, две тонны золота в слитках и чертежи авианосца Акаги. Кроме того, немцы получили чертеж подводной лодки тип А. Также на борт Ю-180 пришли два японских специалиста к подводному кораблестроению. Грузы пришлось перевозить на резиновых лодках по натянутому между субмаринами тросу. Лодки в это время, по словам японского командира, представляли собой мечту любого союзного летчика. Однако все закончилось благополучно и субмарины взяли курс на свои базы. Но вернемся к итальянцам. Еще до того самого предложения Роммеля итальянцы уже думали над транспортной субмариной, потому что еще больше немцев страдали от нехватки дефицитного сырья. Собственно поэтому еще летом 42 года был готов чертеж транспортной подводной лодки тип Р. Эти субмарины оснащались только зенитным вооружением, там было три 20-мм автомата и могли перевозить до 600 тонн груза. Первые лодки начали строиться уже в сентябре. Всего итальянцы успели построить две лодки этого класса, хотя планировали строительство 12 кораблей. В строй успели войти лодки Ромула и Рэма. Обе лодки так и не успели совершить транспортные рейсы и были потоплены почти одновременно 15 и 18 июля. Кроме профильных транспортных лодок, итальянцы начали выполнять и план Деница по переоборудованию боевых подлодок в морские транспорты. Всего должно было быть переоборудовано 9 лодок, но две из них были уничтожены, поэтому число потенциальных итальянских блокадопрорывателей сократилось до 7. Лодки должны были уходить на Дальний Восток группами по 3 единицы. В первую группу вошли субмарины команданта Капеллини, Энрико Тацолли и Режинальда Джулианни. В мае 1943 года они вышли из Бордо в оккупированные японцами Индонезию. Загрузка составляла в среднем 95 тонн, в основном алюминий, ртуть и боеприпасы. Запас плавучести был минимальный, около 3,5%, и в затводном положении палуба едва возвышалась над водой. Возможно, именно это и послужило причиной того, что Циолли вскоре пропала без вести в Бискальском заливе. Капеллини и Джулиани в июле 1943 года благополучно достигли Индонезии, где после капитуляции Италии стали немецкими лодками ЮИ-24 и ЮИ-23. Вторую группу образовали лодки Луиджи Торелли, Барбарига, Амиралля Кайни, которые вышли в поход в июне 1943 года. На Торелли и Барбарига были загружены в основном те же материалы, что и прежде, но по 130 тонн. Удача достигла только Торелли, которая в августе сошла в Сабанг. Барбарига, предположительно, была потоплена английской авиацией в Бискальском заливе. Подводная лодка Каньи уходила на Дальний Восток с полным вооружением, но обратно должна была прийти с грузом. Переоборудование включило в себя демонтаж торпедных аппаратов, погребов артиллерийского боезапаса, второго перископа и прочего оборудования, включая, кстати, гальюн. Выйдя в море, в самом конце июня Каньи выполнила несколько успешных атак в Атлантике, но после известия о капитуляции Италии далась англичанам в Дурбане 20 сентября 43-го года. На этом успехи итальянцев закончились и после краха режима Муссолини остальные лодки достались немцам. Ну а что там азиаты, спросите вы? Естественно, на походе И-30 они не остановились, и уже в 43-м в порты Франции вышли еще три лодки. 1 июня 43-го года из Куре вышло И-8 под командованием капитана 2-го ранга Утина Синзи. В качестве пассажиров на ее борту были капитаны 3-го ранга Норита Сатоси и 51-й подводник экипажа для будущей японской лодки, которая должна была стать немецкая девятка Ю-12-24. Кроме того, лодка взяла груз Вольфрама, Каучука, Цинка, Хинина и Опиатов. Поскольку места на борту и так загруженной под завязку лодки не было, носовой торпедный отсек полностью отдали для проживания запасного экипажа. После рандеву южнее Азорских островов с немецкой Ю-161, которая передала японцам радиолокационный детектор Вансе, офицера и двух связистов, И-8 благополучно продолжила путь и 31 августа 43-го года прибыла во французский приезд. 5 октября лодка взяла курс к родным берегам, загруженная образцами двигателей для торпедных катеров, авиапушками, бомбардировочными прицелами, радиолокаторами, электротропедами. На верхней палубе с зарубкой смонтировали, как и в случае с И-30, немецкую двадцатку. Также в Японию следовали пассажирами японские и немецкие офицеры, а также гражданские специалисты. Общим числом 14 человек. 2 декабря 43-го года лодка успешно достигла пеналга. Второй лодкой стала И-34 под командованием капитана 2-го ранга Ирея Татсу, которая вышла из Куре 13 октября 1943 года. Информации о переходе японцы активно обмельнивались по дипломатическим каналам связи, за что и поплатились. Союзники расшифровали переписку и приняли меры. 22 октября лодка прибыла в Сингапур, где по завязку загрузилась сырьем. Японцы так плотно упаковали И-34, что при испытаниях выяснилось, обшивка получила повреждения, и субмарина непригодна к экстренному погружению. 13 ноября 1943 года английская подлодка Таурус потопила И-34 в 30 милях от Пенанга вместе с 84-мя членами экипажа. Выбраться из затонувшей на 40-метровой глубине лодки и достичь берега смогли только 14 человек. Следующей лодкой была И-29. 5 ноября 1943 года она вышла из Куре в Сингапур, куда прибыла 14 ноября, погрузив 80 тонн каучука, 50 тонн олова, 3 тонны хинина, опиума и кофе, приняв на борт 16 пассажиров. Отвиваясь от атак союзной авиации, 11 марта лодка дошла до Ларьяна. Визит был недолгий, и уже 16 апреля И-29 отправилась в обратный путь с 18 пассажирами и грузом. Там были образцы авиационных реактивных двигателей, акустических морских мин и техническая документация к ним. 14 июля 1944 года лодка прибыла в Сингапур. Дальше повторилась история с И-34. Союзники вновь прочитали всю переписку и потопили лодку. 30 марта 1944 года Искиля начала свой переход, подаренная Ю-12-24, получившая японское именование РО-501. Загруженная ртутью, свинцом, технической документацией на реактивный перехватчик МЕ-163, она была потоплена 13 мая 1944 года эсминцем Фрэнсис Робинсон. Заключительным стал переход И-52. Которая 21 марта 1944 года прибыла в Сингапур. Там на нее было погружено 120 тонн олова, 11 тонн вольфрама, 54 тонны каучука, 10 тонн молибдена и по 3 тонны хинина и опиума, а также 2 тонны золота в счет оплаты немецких поставок оборудования. 23 апреля 1944 года лодка вышла в поход, а союзники уже привычно отслеживали все сообщения, связанные с ней. 6 июня японский военно-морской атташе в Токио сообщил командиру лодки о высадке союзников во Франции. Теперь нужно было идти в Норвегию, предварительно встретившись с немецкой лодкой Ю-530. Информации о точке рандеву союзникам вполне хватило. В район снова вышла группа из пяти эсминцев во главе с авианосцем Боук. 23 июня, через 2 часа после состоявшегося рандеву двух лодок, охотники прибыли в район встречи. 23.40. Палубный Эвенджер засек цель на радаре. Выпустив осветительные ракеты, самолет атаковал И-52 двумя глубинными бомбами, которые разорвались близко, но никаких признаков гибели погрузившейся лодки не было. Следом американцы сбросили новинку – радиоакустический буй. Услышав шумы винтов лодки в районе подававшего сигнала буя, летчики применили еще одно чудо-оружие – самонаводящуюся торпеду Марк-24 Фида, последовавший на глубине взрыв, поставил точку в истории японских субмарин-блокадопрорывателей. Немцы создали еще и так называемую группу «Мусон». Так назывались лодки, действующие с японских баз в Индийском океане. Довольно быстро выяснилось, что к тропическому климату немецкие «девятки» оказались не готовы. Быстро выходили из строя торпеды, аккумуляторные батареи и электрооборудование. Поэтому теперь пришлось соображать не только японцев, но и самих себя. Но это уже была совсем другая история. Друзья, если данная тема была вам интересна, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Есть мысли сделать ролик о действительно легендарной транспортной подводной лодке Deutschland. Хотя и ролики о ней есть на ютубе, но может быть кому-то будет интересно именно на моем канале увидеть этот ролик. Также поставьте лайк этому видео традиционно, если материал был вам интересен. Ну и напишите комментарий в поддержку канала, только больше шести слов. Ну а я пойду делать уже новые ролики. До новых встреч, друзья!